Я практически не отдыхала. Все, что зарабатывалось, я тратила на еду. И тут в вашей жизни появился Жасула. Здесь он еще не появился. Он ждал, пока вы похудевшая, с бизнесом, придете к нему в жизнь. А что сейчас? Дом, собака, дерево, дети. Только за этот год мы объездили больше пяти стран. Свобода во всех смыслах. Жасула Назгуль, я вас приветствую. Здравствуйте. Добрый день. Мы находимся в Алматы. И сегодня мы обсудим с вами тему возможности бизнеса Herbalife Nutrition. Давайте начинать. Начнем. Первый вопрос. Их будет несколько. Они будут быстрыми. Ну, чтобы я уже вошел в курс дела. Сколько вам лет? 34. 36. Сколько вы вместе, как семья? 5. Вы уже 5 лет вместе, да? 5 лет браки. Да, 6 лет скоро будет. Я ждал. Я ждал. Это нормальная поправка. Хорошо. И вопрос. Сколько вы в бизнесе Herbalife? Ну, официально 7 лет. Он присоединился вот 4 года назад. То есть вы были первой? Да. Здорово. Как вы попали? Кто тот человек? Либо какое-то явление, которое вот пригласило вас в эту историю? В этот город, в Алмату. Это же мегаполис, город мечты. Я приехала за своей мечтой. Что-то для себя искала. Как и все люди, чего-то большего. И пробовала себя в разных профессиях. Основала бизнес. Естественно, добавила лишний вес. Но, наверное, так бывает, когда ты о чем-то сильно мечтаешь. Жизнь дает тебе шанс. И этим шансом оказался зеленый сертификат. Вот такой маленький, который подарили моей подруге. Я считаю, что все там было решено. Просто моя задача была воспользоваться этим шансом. Я пришла ее поддержать за компанию. Клуб здорового образа жизни. Сколько вы весили, когда пришли в клуб? Можете вспомнить? Почти 70. 70? Да. И за какой период и на сколько вы скорректировали вес? За 4 месяца я скорректировала на почти 17 килограмм. Благодаря профессионализму своего консультанта. Эти единомышленники. Вся вот эта тусовка, мотивация. Она меня вдохновляла. Но бизнес-возможность я не рассматривала. Потому что я думала, что этот клуб принадлежит просто одному человеку. И я просто хожу как будто в какой-то фитнес-клуб, где очень много позитивных людей. Супер качественная еда и классная поддержка. И тут в вашей жизни появился Жасула? Или нет? Нет, здесь он еще не появился. Он ждал, пока вы похудевшая, с бизнесом. Да. Сама достаточная. Да. Придете к нему в жизнь. Как вы попали в бизнес? Я увидела одно мероприятие. Что вы увидели там? Увидела масштаб красивых людей, отношения с компанией, к независим партнерам. Я увидела, что поддержка, наставничество классное. Как молодая и перспективная девушка, я поняла, я хочу развиваться в рамках этой компании сама и постепенно хочу пригласить свою семью. Здорово. Жасула, этап. В вашу жизнь пришла на сгуль очаровательную. А чем вы тогда занимались? Я проработал более семи лет инженером нефтяной компании. Ну, эта работа мне давала машину, давала квартиру служебную, денег. Заграничное обучение. Ну, согласитесь, это же, на самом деле, это мечта для некоторых людей. Вот то, что вы сейчас рассказали. Почему вы приняли решение все в корне поменять? Да, когда мы создали семью, у нас родилась дочка. Спустя два дня меня отправили в командировку. В очередную, да? На полтора месяца, да, очередную. И, вернувшись, принял такое решение, вот, присоединиться к Назгуль и дальше развивать наш общий бизнес. Назгуль, как вы отреагировали? Вы были рады? Я была рада, но это была большая ответственность, потому что, ну, такая должность, это, на самом деле, мечта любого выпускника. И я понимаю, почему он пришел к такому решению. Почему? Потому что он семьянин, и у него ценности. Ну, он повзрослел, стал отцом. И когда он вернулся из очередной командировки, он говорит, я же не могу так всю жизнь на кого-то работать. Я хочу присоединиться в семейный бизнес и в то же время помогать тебе и быть чаще с детьми. Я хочу быть, видеть, как она растет, потому что с учетом того, что у меня не было полтора месяца, она уже выросла. И мы сели, сравнили. Я посвятила 4 года бизнесу Гербаев Нутришн. В итоге, к чему пришла я, он посвятил этой компании 8 лет, к чему пришел он. На первых порах, я так понимаю, что она была вашей наставницей, верно? Ну, это же будет звучать правильно. Правильно. А кто вас обучал? Вот где нужно учиться, чтобы стать успешной бизнесвумен? Суперский вопрос. Потому что как только мы заканчиваем университет, нас же никто нигде не обучает. Но мы где-то стараемся пробиваться. Я открыла свой бизнес. Я как была белка в колесе, честно, работала очень много. За 5 лет до встречи с Гербаев Нутришн я практически не отдыхала. Только развивала свой бизнес ни наставника, ни общих каких-то тренингов. И увидев мероприятие, первое мероприятие в рамках нашей компании, я просто поняла, круто, здесь все заинтересованы тебя обучить. Такие крутые тренинги, фантастические, на самом деле, с экспертами. Просто поняла, если я буду развивать свой бизнес в рамках Гербаев Нутришн, я буду не просто зарабатывать деньги, я буду расти как личность, буду расти как профессионал. И я могу дальше передать эти знания своей команде. Жасулан, тогда вопрос вот к вам. Что мне нужно делать, чтобы быть успешным в бизнесе Гербаев Нутришн? Я хочу зарабатывать. Что мне нужно делать? Прямо пошаговую инструкцию, четко. И я возьму эту инструкцию и пойду зарабатывать. Первое дело, то, что у меня было, это я полюбил продукт, ощутил на себя. Я тоже скорректировал свой вес на 6 килограммов, на старой работе я начал набирать. И делиться с этим результатом вот с людьми, когда от души вот ты говоришь человеку, он понимает. Самое главное, с первого дня нужно понять, что это бизнес и стать самым главным своим шефом. Давайте сыграем в игру до и после. Хорошая вводная работа, достаток. Да, я понимаю, это постоянное отсутствие дома. Безусловно, но это же нюансы. Расскажите мне, какими были вы, ваши привычки, ваша жизнь до Гербалайф вот и сейчас, по состоянию на время нашей беседы? До было у меня только заработать денег, а все, что зарабатывалось, я тратила на еду. Ну, это, конечно, плохие привычки. Я много употреблял энергетики на старой работе, плохо питался, не знал, как правильно питаться. Вроде бы 27 лет, ну, чувствовал себя на 37, наверное. Может, и больше. Было такое, да, может быть. Ему сон приснился недавно, он ночью в холодном поту проснулся, что он сидит, кушает холодный обед на объекте, на нефтяной вышке, да, где-то, говорит, надо же. Вот во сне ему приснилась его жизнь до, и он испугался. А что сейчас? Я чувствую себя хорошо, активно занимаюсь спортом, футбол играю с ребятами. С молодыми. С молодыми, да. Они думают, что я их ровесник. Ну, у меня, в первую очередь, ну, прям, то, что важно каждой девушке, каждой женщине, каждой маме, это умение планировать свой день. То есть, когда ты хочешь с детьми гулять, когда ты хочешь с ними проводить время, когда ты хочешь ходить по магазинам. Это круто в торговом центре ходить по утрам, когда никого нет, все на работе, а ты гуляешь, делаешь шопинг. Также путешествовать, когда хочешь. Вот только за этот год мы объездили больше пяти стран, и это самое главное, с детьми, с родителями. Мы можем отключить телефоны, спокойно отдыхать. То есть, я считаю, что это просто свобода. Свобода во всех смыслах. Знаете, я всегда мечтала, вот, когда я приехала в Алмату, это такой красивый, богатый город, если вы заметили, да, очень много фантастических машин, домов шикарных. И придя в компанию GearWife Nutrition, посетив первое мероприятие, я поняла, я смогу здесь, если воспользуюсь возможностями, купить квартиру мечты. Это была трехкомнатная квартира в центре Алматы, и эта мечта сбылась за четыре года, чему мы были безумно рады. Но мы на этом не остановились, купили дом, мы об этом мечтали. Ну, дом, собака, дерево, дети. И самое важное, мы кайфуем от того, что мы меняем жизнь людей к лучшему. Мы же, вот, это совершенно такой чистый бизнес, реально с человеческим лицом, когда каждый день ты получаешь обязательно одну благодарность, что кто-то стал лучше себя чувствовать, кто-то стал лучше выглядеть, кто-то стал жить лучше. Ребят, вопрос такой. Задумывались ли когда-нибудь над тем, что бы было, если бы Гербалаев прошел мимо? Тяжело представить. Я бы дальше продолжал работать на той работе. У меня слезы идут, если я представляю об этом. Я даже боюсь, вот вы говорите, попробуйте, а я не могу представить, что нету. Если бы Гербалаев прошел мимо, я не знаю, какая у нас была бы сейчас семья, какая финансовая составляющая. Я точно знаю, что это была бы совершенно другая жизнь. Я даже могу сказать, что это черно-белое телевидение было бы. А я считаю, что Гербалаев это светлое телевидение, что это совершенно другая жизнь. И спасибо Гербалаев, что ты не прошел мимо. Жасулана, Назголь, я вам говорю большое человеческое спасибо с такой беседой. Спасибо, Владимир. Спасибо огромное.